Вместо священного писания, для нашего размышления, для нашего назидания, книга Батие, 37 глава, с 13 стиха по 16. И сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему, вот я. И сказал ему, пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут. И сказал тот человек, они ушли отсюда. Вместо священного писания из Ветхого Завета. Ключом к пониманию Ветхого Завета служит стих из первого послания к Оримфинам, 10 глава, 11 стих. Все это происходило с ними как образы, описанное в наставлении нам, достигшем последних веков. Самым сокровенным из проситного, наверное, будет стих, я ищу братьев моих. И вы знаете, никто не скажет, что это ко мне не относится, если это служитель Божий. И мне просто говорить, потому что это ко мне тоже относится, и говоря кому-то, я говорю и себе. Ищу ли я братьев моих? Раз это прообразы, то, конечно, Иосиф был удивительным прообразом Господа нашего и Спасителя, Иисуса Христа, Который оставил славу небес и пришел искать кого? Иисус Сам говорит о цели Своего прихода на землю. Матфея 18, 11 удивительно конкретно выражено. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и что? Спасти погибшие. Обратите внимание, Иосиф говорит, я ищу братьев моих. Это не совершенная форма глагола, а взыскать это совершенная форма глагола. Иисус взыскал нас, Иисус нашел нас, Иисус спас нас, Иисус искупил. И, наверное, мы скажем, Иисус и собрал нас сюда, правда? Как добрый пастырь, вот так всех. Я вот утром как-то вручили братья мандаты для нашего объединения. Я стоял, поджидал своих братьев из Донецкого объединения, чтобы им вручить. А пока поджидал, столько встретил братьев, нашел из других объединений. И все они дорогие и милые. Один подходит, Евгений Никифорович, всех знаете или нет? По именам нет, а лица почти-почти всех знакомые, такие дорогие, близкие. И как хорошо, что мы встречаемся, и как хорошо, что Христос взыскал нас. Но ведь Иисус, взыскав нас, Он хочет, чтобы и мы искали братьев. Уподобились мы Господу. Христос говорит, придите, научитесь от Меня всему. И прежде всего, самый надежный метод, искать братьев, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Ищу братьев моих. Что побудило Иосифа искать братьев? Во-первых, посланничество Отца. И Христа побудило, прежде всего, посланничество Отца Небесное. Вот иду исполнить волю Твою. Иосиф Отцу сказал, вот я. Пойди, найди, посмотри, как там братья Твои пасут. И он пошел, и он исполнил. Может быть, эти братья не в том направлении ушли. Может, их трудно найти. И мы даже видим, что Иосиф пришел и не нашел там братьев. Но если он ищет, то есть, который подскажет ему, как найти. Некто. Мы слышали, что Дух Святой Ходатай стоит воздыханиями и изречениями. Сказал этот некто. Они ушли отсюда. Но нашел Иосиф или нет? Нашел, ибо он искал. Иногда трудно найти братьев. Очень трудно. Потому что почему-то разные мнения бывают у братьев. Если один, как Иосиф, остается прелюбящим отца и получает разноцветную одежду, как символ особой любви, то кто-то негодует на это. Правда? Что это разноцветная одежда. Если Иосиф получает откровение от Бога, негодует кто-то на это, не понимает это. Но он ищет братьев. А эти братья, видите ли, пошли в Сихем пасти. А почему бы им не пасти в долине Хевронской, рядом с отцом? Сихем почему-то их привлекает. А мы знаем, что это место не очень хорошее. Кто помнит историю Дина, дочь Ли, да? Вышла посмотреть на дочерей той земли, да? Не на сыновей даже, а на дочерей только. И увидел ли кто? Сихем как раз. Сын Емора, Евеянина. Евея, Евусей, Гергесеи. Это все ханаанские племена, с теми, с которыми Господь не велелся общаться. Но почему-то братьев тянет туда, рядом пастись. Пасти. Но вот брат немилый дал материал новых библейских курсов. И там в кавычках написано, почему-то братьям хочется пастись рядом с Сихемом. Почему? Да что-то оттуда получить. Получше, может быть, чем просто там, в Хевронской земле. Вот это иногда и разобщает братьев. И в наше время это такое испытание для всего нашего братства. Кто-то хочет не рядом с Отцом Небесным, не в Хевронской земле только пастись, а к Сихему тянет почему-то, к чему-то вот этому такому, запрещенному немножечко. Это разъединяет, и это сеет вражду между братьями. И мы знаем, куда дошла эта вражда, когда остальные братья не возлюбили Иосифа и захотели даже погубить его. Но он ищет их. Ищем ли мы наших братьев? Получили мы посланничество Тонца? Искать братьев. Без посланничества мы их не найдем. Апостол Павел говорит, как проповедовать, если не будут посланы? Поиск это заблудших в мире душ, поиск это братьев, которые, может быть, не совсем разделяются умное мнение, может быть, что-то нас разделило. Поиск, метод должен быть поиска. Иисус снизошел, чтобы найти братьев. Оставил славу небес, унизил себя, был послушан, до смерти, смерти крестной, вид раба принял. И, наверное, чтобы найти нам, братьев, нам надо вспомнить Римлянам, 12 глава, 9-10 стихи. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, приоритетесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу, как с нежностью, в почтительности друг друга, что предупреждайте. Предупреждайте. Не так, я предупреждаю тебя. Смотри, нет. Предупреждать, в смысле, опережать в почтительности друг другу. И второе место апостол Павел предлагает, как нам найти братьев, если даже что-то разделило. Ефесиным, это 4 глава, 1-3 стихи. «Итак, я, кузник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое мы призваны, со всяким смиренно мудрием, и кротостью, и долготерпением, что снисходя друг к другу, чем любовью, стараясь сохранить единство духа в союзе мира. Иисус нашел тех, кого он назвал братьями, снисходя к ним. Иосиф снисхождением к братьям нашел их, и мы можем найти брата и приобрести его, если какая-то недомолвка получилась, только снисходя друг к другу». Это и самое трудное, потому что при всем нашем совершенстве мы не достигли того, чтобы «Будьте совершенны, как совершен Отец Небесный». Мы не превразились в полнейший образ Господа Иисуса Христа, и поэтому там что-то стаётся еще неугодным и Господу. Я помню, один брат говорил, «Я так старался работать над собой, вникай в себя и в учение». И кажется, говорит, «Всех хананиян», он так в кавычки взял, «Хананиян» истребил из своего сердца. Кажется, всё там было спокойно. Но однажды проповедовал, и как-то Бог благословил. Схожу с кафиры, и потом привезет одна старушка, говорит, «Милый мой, да что ж ты там наговорил? Ведь мне так понимать это надо». А я открыл рот и чуть не сказал, «А кто ты такая?» Но я сдержался, сдержался. Но в то же время мысль просказнулась, «Вот тебе, думаю, вот он хананиянин, где ж он там спрятался?» Как его надо выловить? И опять надо ловить этого хананиянина, да, дорогие братья и сёстры? Чтобы нам искать братьев, найти братьев, надо истреблять хананиян. Хананиян – это тот остаток корня, гордого корня, который ещё в Эдеме укоренился в сердце Адама и Евы. Сами будете как боги. Этот корень живуч порой. Лев Толстой очень много вникает в психологию человека, так пишет. «Человек по своей природе есть дробь математическая, числитель, который есть то, что он есть на самом деле, а знаменатель – то, что он о себе думает. И чем больше знаменатель, тем меньше дробь». Ну, может, кто-то из старцев немножечко не совсем понятна эта формулировка, но все поймут, кто знает, что дробь – одна, вторая, увеличить числитель на больше, увеличить знаменатель – два, она меньше становится. А проще ещё один пример Толстой приводит. Один благочестивый старец долго молился. «Господи, дай мне для Тебя сделать что-то большое, что-то великое в жизни». Прошло некоторое время, он видит сон. На небо идёт огромная армия эфиопов, чёрных людей, а впереди великан-эфиоп. И голос говорит, «Вот теперь ты можешь для меня сделать очень великое, иди сразись с армией эфиопов». «Как? Один со всей армией?» «Да, один со всей армией». «Ну как же я один могу?» «Ну вот один на один с эфиопом, великаном, предводителем, я бы ещё мог выйти, хотя и то трудно. Но как со всей армией?» И голос ему отвечает, «Иди сразись с эфиопом». «Если ты его победишь, то армия рассеется сама по себе, потому что имя великана – гордость». Милые братья, мы, может, скажем, что это к нам не относится. Но вот она нам и мешает найти друг друга ещё ближе и ближе. И она заставила кого-то уйти далеко, дальше, сначала в сихе, а потом ещё дальше уйти. Эта гордость заставила братьев Иосифа сказать, «Неужели тебе над нами господствовать?» Эта гордость заставила сказать, «Вот идёт сновидец, что сделаем?» «Убьём его, да?» Но Иосиф опять ищет братьев, когда даже они на гимн его раздели и в ров бросили. Может, у тебя было такое, что ты очень был обнажён духовно братьями? Может, неправильно с тобой поступили? Искал ли ты тогда братья в встрече с ними? Может быть, тебя продали в Египет? Но потом Господь всё сделал, чтобы правда воссияла. И когда уже Иосиф был в полной славе, и когда братья пришли к нему хлеба просить, какое чудо! Как он нашёл всё-таки этих братьев! Ведь он же мог сказать, что отвечайте теперь за свой поступок. Но мы видим, что он поступает совсем великодушен, с любовью. «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога!» Но всё-таки почему-то сердце его всё-таки льнуло к Вениамину, правда? К тому, который ничего ему плохого не сделал. И мы знаем, что он уходил много раз в комнату, чтобы не показать слёз, и плакал. «Может, у нас возникают проблемы, как нам поступать?» Братья плохо поступили. Иосиф получил послание от отца. «Иди! Найди братьев!» «Может, ты увидел, что они плохо поступают?» «Кому ты об этом говоришь?» Иосиф только отцу своему рассказывал плохое о братьях, правда? «И если это про образ, рассказывали я моему Отцу Небесному, братья плохо поступили со мной, Господи, защити, помоги, сохрани, помоги им найти, помоги мне найти братьев моих». Это всё для нас, братья милые, вопрос и глубокое раздумье всегда ли я ищу братьев моих? Господь чудо сделал, Господь спас целый избранный народ через Иосифа, но он нашёл братьев. Мы должны искать братьев. И если мы пастыри, то мы должны взирать на архипастыри, как он нас нашёл каждого. Исаии пишет, слава Бога, «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим обо мне, и вспомним, как нас Господь нашёл, так ли мы ищем сейчас? Каждую овечку потерянную, особенно кто может на церковном взыскании, на наказании, может они настолько далеки, я уже не знаю, где он, по семь, по десять лет, может где-то блуждают, я не ищу их, они туда подходят и ищут поговорить с нами, но у нас нет для них время, ищу ли я братьев? Ведь апостол Павел как кормилица обходился с детьми, даже в первом коринфянам, когда он настоял наказать совершившего тяжёлый грех, которого даже в язычестве нет, что некто имеет вместо жены жену отца своего, во втором коринфянам он уже просит помиловать, уже как бы хватит, потому что он искал, Иисус нас ищет, Иосиф нашёл братьев, и нам нужно искать их. Иисус Христос, уходя с этой земли, Он сказал, мир оставляю вам, мир мой даю вам. В Новом Завете вот это я ищу братьев моих, Иисусом выражен на горной проповеди, одним из блаженств, каким? Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Какое высшее блаженство, наречены сынами Божьими. Творить мир, искать мира, примирять. Но Иисус сказал, мы слышали, мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир даёт, я даю вам. Мир этот тоже ищет мира с нами, но этот мир, мира сего, не в святости. А вот здесь разграничение мы видим в Священном Писании. Апостол пишет, автор послания к евреям, 12 глава, 14 стих. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Мы видим, что святость Христова, Божья, она с Божьим миром. Старайтесь иметь мир со всеми и святость. Вот это слово старайтесь говорит за то, что мы не всегда сможем иметь мир со всеми, потому что с людьми мира сего, чтобы иметь мир, иногда надо поступиться святостью, но Слово Божие это запрещает. Послушанием истины, истины, через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию постоянно любите друг друга от чистого сердца. Значит, любовь Божья, она тогда, когда послушание истины есть. Вот это искание брата в любви, в истине. Поэтому единство в Иисусе Христе особое. Иисус молился, да, будут едины, как ты, отчего мне, я в тебе. Мы пели гимн, и второй куплет гимн, который мы сейчас пропели, яви ты миру чудо, единство ты создай в твоих детях повсюду. Однажды мы благовествовали и нас пригласили в зарегистрированную большую церковь. Можно вопрос? Пожалуйста, брат, скажите, исполнится когда-нибудь вот это желание многих изложено во втором куплете гимна, Господь, прибыль ты с нами, яви ты миру чудо, единство ты создай. А я говорю, оно исполнилось. Как? Неужели? Да. Но в ком? В твоих детях. Единство в детях, оно давно исполнилось. И оно исполняется на наших глазах. Поэтому есть, как бы, два единства. Единство по вертикали и единство по горизонтали. Люди пытаются соединиться, верующие пытаются соединиться, заключают пакты, согласия, декларации, соглашения. Могут быть прекрасные уставы, вероучения. Но если нет единства по вертикали, то есть с Отцом Небесным, как ты, отчего мне, я в тебе, то это все человеческие попытки соединиться. нужно быть в единстве с Богом. Блаженны миротворцы, они будут наречены сынами Божьими. В 8 главе к римлянам апостол Павел говорит, «Сей самый дух, свидетесь духу нашему, что мы кто? Дети Божьи». 9 стих 8 главы к римлянам, «А кто Духа Христова не имеет, тот и не его». И если я дитя Божье, то я уже един со всеми детьми Божьими. И удивительно, что во мне будет то желание быть вместе с детьми Божьими. Вот вчера были и сестричка одна, старая уже узница, и просится братья пустить. Я хоть взгляну на моих братьев, я ищу братьев, я хочу посмотреть даже на братьев. В 15 Псалме это еще более сокровенно выражено третий стих к святым, которые на земле и к дивным твоим, к ним все желание мою, к святым. Вот оно единство при вертикали и совершится обязательно подобное и стремится к подобному. Я хочу или не хочу меня повлечет братьям моим. Это единство при вертикали и в то же время самое совершенное вероучение можно разработать, если нет этого единства по вертикали, это все останется человеческими попытками иметь единство, заключать союзы. Будем искать святых и дивных и Господь поможет обязательно их найти. Конечно, нужно жить в прошлом. Слава Господу, Господь таким чудным путем вел братство и много побед. Я как-то читал известного американского психолога, он очень интересно сказал, жить в прошлом это пилить опилки. Я думаю, никто из нас не возьмет пилу и не начнет пилить опилки. Поэтому, братья милые, мы сейчас опять должны искать братьев, искать более близкого контакта с братьями, этого единства по духу. Мы в гимне «Люблю Господь твой дом» поем «Я рад иметь всегда общение что? Духа с ней». Вот это общение духа, оно нам очень-очень необходимо. Немножко еще поразмышляем и будем молиться над стихом «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой не увидит Господа». Послание к Риме 12 глава 18 стих апостол Павел пишет «Если возможно с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Вот это «возможно» как раз говорит за то, что не всегда будет возможность иметь мир со всеми людьми, не поступая святостью. В 119 псалме 7 стихе псалмопевец даже пишет «Я мирен, но только заговорю, а не что? К войне. Не так ли было и с нашим братством, и с истинной церковью Господа Иисуса Христа? Не потому ли братины Иосифа восстали, что он просто в разноцветной одежде имеет откровение? Не потому ли в песне 1 глава 4 стих мы читаем «Черю Русалимскую черная, но красиво, как шатрыки и дарский, как завеса Соломоновая, не смотрите на меня, что я смогла, ибо солнце палило меня, и что дальше? Сыновья матери моей что? Разгневались на меня». Сыновья матери это кто? Братья разгневались на Иосифа это все братья но в церкви есть борьба против церкви в церкви узкий и широкий путь я помню один из наших братьев в своей церкви говорил я запомню он говорит Христос сам узел сознательно свой путь я тоже так размышлял вот когда был в вузах из лесоповал и меня пригласили быть столяром когда я никогда не был но Бог просто так спас там минист бывший сидел и говорит не не столяр мне поэт нужен ты понимаешь стихи мои редактировать ну и вот так я как-то научился столярничать немножко плохой столяр но сколько я за два года сделал окон дверей а думаю Иисус ведь не плотник ли он сын плотника да? плотник из Назарета наверное до 30 лет был в послушании сколько они с Иосифом домов настроили да? а что ж ты Христос так неблагоразумно простите за это выражение поступил даже хотенки до себе не построил да? учитель где живешь лисицы имеют норы птицы гнезда а сына человек негде голову преклонить он умирал на кресте и даже умереть спокойно ему не удается ему надо спасать на кресте вися рядом висящего грешника разбойника как он искал братьев так ли мы братья ищем пусть Бог положит нам на сердце один пример расскажу я встретился с милыми уральцами молодость но я там прошла и как-то много нового вспоминается вот очень скорблю что Виктор Чухонцев в котором мы тогда сотрудничали ушел в вечность и вот вспомнился один пример был у нас там мы вот так и звали дедушка из погодина брат Виктор из немцев в 15 лет на Колыме отбил потерял родных и потом он нам рассказывал были две дочери я знаю но переписки не было потерялись а искалеченный пришел рука не сгибается нога вот такая кривая одна срослась ну и говорит думаю найду я моих дочерей нашел одну по адресу я говорит я ласточкой взлетел на пятый этаж хотя больной дочь увижу стучусь открывает неужели она не она завитая накрашенная да не она она что вам надо да я отец твой милый как папа ты жив арсентий кричит иди скорее сюда кажется отец жив мужу кричит да ты что правда о такая встреча ну что угощение и взять его стол на крыле ну садись тесть отец садись отметим ну и ставит эту с белой головкой как ее в народе зовут о подожди милый подожди пока не время пока не время она услышала с кухни кричит папа иди скорее сюда папа иди на минутку пришел что папа ради бога ни слова о боге не говори он же секретарь парт организации это плохо кончится для нашей семьи ради мира в семье не говори о боге все оборвалось да нет доченька не зато я 15 лет сидел на колыме чтобы не говорить божью правду ради божьего мира и святости божьей я буду папа все помахал рукой ну что отец подной нет милый пока ты не уберешь ее я и не сяду за стол я не могу не могу ну пожалуйста ладно ну давай борщ давай кушай не подожди милый подожди давай призовем божье благословение что встал помолился он даже не встал уткнулся съел тарелку борща ушел и весь разговор кончен ну на ночь а утром просыпаемся она говорит папа а ты знаешь что моя сестра тоже жива может ты к ней поедешь навестишь ее все ясно я пришел мир но с этим мир меня не приняли и говорит как я ласточкой взлетел на пятый этаж оттуда еле-еле спустился слезы давил дочь не понимает меня но в то же время на сердце был полный мир господи ради мира твоего ради твоей святости я сказал правду мы будем молиться эти размышления пусть дух святой больше разъяснит но только в сердце пусть нас будет решение господи всегда ли я искал мира святости может я где-то искал мира за счет святости может я когда-то пошел в сихем пасти рядом чтобы что-то поиметь оттуда всегда ли я искал братьев когда они меня в ров бросали всегда ли я искал братьев когда они может козлиной кровью мою одежду вымазали всегда ли я искал братьев когда мог что хочешь с ними сделать пусть господь это положит на сердце я ищу братьев моих мы помолимся и пусть у нас на сердце останется хотя бы желание я ищу вот с этого момента тех с кем может разделило меня что-то снисходя теперь я буду искать моих братьев дабы оставить нас всех господь и сегодня будем искать братьев снисходя в решениях в избраниях но в то же время стараться иметь мир и святость без которой никто не увидит Господа стараться иметь то единство по вертикали и только потому что остальное не съединит а в конце концов только разъединит нас да благословенно имя Господа будет сегодня помолимся слава ему за все аминь аминь КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok